Газпром Трансгаз Томск провел традиционный велопробег, посвященный Дню Компании. В этом году он проходил уже в 12 раз, объединив почти 2500 участников в городах и поселках Сибири и Дальнего Востока. Сколько человек решились выйти на дистанцию в Томске? Почему в этом случае участие важнее победы, расскажет Элина Захаренко. Поехали! С места не в карьер, но точно не в прогулочном, бодром, спортивном темпе. Каждый год пробег стартует от главного офиса томских газовиков на Фрунзе-9. И собирает несколько сотен участников. От школьников профильных Газпром-классов до пенсионеров предприятия. В одном пилотоне педали крутят коллеги, друзья, родственники. Здесь нет начальников и подчиненных, нет победителей и проигравших. Все. Одна большая команда. То, что я вижу в данный момент, это огромное количество веселых, позитивных людей, что заряжает позитивный еще даже до забега. Я подготавливался порядка недели к данному велопробегу. Ходил в тренажерный зал. Таким масштабным спортивным мероприятием «Газпром-Трансгаз Томск» отмечает День Компании. С каждым годом количество участников растет, а велодвижение томских газовиков расширяется и крепнет. Велосипедов и в городе, и у наших работников становится больше. Люди целенаправленно занимаются. Если вы посмотрите, есть прямо люди, одеты в специальную велоформу, которые, ну, видно, что не первый раз далеко сели на велосипеде. И это, безусловно, популяризирует велодвижение. Спорт, считают организаторы велопробега, уникальная возможность объединиться, завести новые знакомства и получить мощный заряд положительных эмоций. Хочу всех поздравить, как уже было отмечено, с первым спортивным летним мероприятием, которое посвящено Дню Компании, нашему велопробегу. Как вы знаете, мы проводим велопробег в 14 регионах. За 12 лет у велопробега «Газпром-Трансгаз Томск» накопилось немало достижений и рекордов. Самая длинная трасса была 77 километров, в этом году 24. Более 400 велосипедистов проехали от центра города до корпоративного спорткомплекса «Кедровую» деревни Некрасово. Дорога заняла чуть больше часа. Элина Захаренко, Андрей Степанов, Вести Томск.